Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, вы на канале Акваферма. И сегодня мы поговорим о тоже животных, имеющих непосредственное отношение к воде, о утках. Смотрим. Друзья, это видео является, на мой взгляд, таким логичным продолжением темы, как можно использовать пруд для сточных вод Сузыве. Напомню, что вода Сузыве, она выходит в так называемый пруд-отстойник. И этот пруд-отстойник, в принципе, там многие у меня в комментариях писали, а почему бы туда не закинуть рыбу, а почему бы там еще что-нибудь там как-нибудь его применить, чтобы такое можно сделать. Вот, собственно, именно этим мы и занялись. И поэтому в нашем пруду-отстойнике замечательно купаются, живут и подъедают вот эту ряску, которая, как вы знаете, по-другому так и называется, утиная трава, наши утки и немножко гусей. Те, кто давно и тщательно следят за новостями нашего канала, знают, что вот это здание, которое находится справа от меня, вы его сейчас видите на своих экранах, собственно, и делалось именно для того, чтобы там можно было содержать какое-то время маленьких утят, перед тем, как их можно было уже на такой свободный выгул определить. Вот мы уже получили определенный опыт, определенные результаты по нашему такому вот добавочному продукту к нашей акваферме. И хотел именно этим с вами и поделиться. Друзья, почему утки, почему гуси, я думаю, что объяснять не нужно, это понятно, да, пруд, вода, акваферма, ну, странно было бы, если бы у меня здесь бегали индюки. Поэтому здесь, я думаю, все понятно, но кроме этого, утка, чем понравилось, тем, что, ну, утиное мясо, в принципе, вкусное, как, кстати, и утиное яйцо, и утка имеет очень небольшой цикл выращивания от птенца, которому буквально там несколько суток, до товарной утки, которая уже идет на убой и из которой получается замечательная тушка. Вот общий цикл выращивания составляет всего лишь два с небольшим месяца. Это именно для тех уток, которых взяли мы. У нас утки-муларды. Это быстрорастущая утка, выбрали именно ее. Вот это уже за моей спиной вторая генерация этих мулардов. Причем вы на экране видите двух мулардов, которых мы оставили. Просто посмотреть, как они набирают вес после двух с половиной месяцев. И, к нашему удивлению, кстати, неплохо набирают. То есть, по нашему мнению, можно даже чуть позже их на убой отправлять. Не в два с половиной месяца, а ближе к трем. Тушка будет еще больше. То есть, это будет не 3 килограмма, а мы рассчитываем где-то 3 600-3 700. Тушка уже будет весить. Рядом с ними это муларды, которые буквально месяц. Вот этих уточек, которых вы сейчас видите, им месяц от отроду. Через месяц уже буквально они дойдут до товарной навески. И можно будет тоже их всех перерабатывать. На мой взгляд, для такого рыбоводного хозяйства, где, в принципе, необходимо устраивать пруд, сама идея совмещения прудового выращивания и водоплавающей птицы заслуживает внимательного отношения и является перспективной, так как отвечает такой интересной идее, как своеобразное докручивание сельскохозяйственного производства. Где у вас в одном месте идет выращивание непосредственно рыбы, рядом у вас идет использование воды от рыбы для выращивания растеневодческой продукции, тут же рядом у вас идет отходы в виде отстойника, да, вот всего вот этого вот хека от барабанного фильтра для производства там какого-то вермикомпоста или для производства удобрений, а рядом у вас еще пруд-отстойник, в котором тоже замечательно там растет ряска, используется для того, чтобы замечательно выращивать там водоплавающую птицу. И это я, в принципе, совсем не все докруты рассказал, то есть при наличии там творческого подхода можно еще подумать, что еще тут можно плюс-минус такого делать, чтобы это стало еще более интересным и еще более рентабельным, в принципе, сельское производство стало. Поэтому вот могу точно сказать, что по уткам калькуляция следующая, вот если не считать момент работы, а работа здесь и так идет, потому что, ну, сотрудник и так работает, и так платится зарплата, и поэтому там следить дополнительно за утками, ну, честно говоря, особой проблемы нет. Не так много времени это требует, несколько раз в день их покормить. Убирать за ними, по сути, толком ничего не надо, они на свободном выгуле. Да, это не круглогодичная такая история выращивания, а только сезонная, хотя, чем черт не шутит, может, что-то и зимой будет получаться. В остальном сама утка, я уже точно могу сказать, что имеет кормовой коэффициент 4, сам корм утиный стоит всего 27 рублей, другими словами, у вас уходит что-то в районе 100-120 рублей на то, чтобы вырастить с птенца такую уже взрослую утку. Это при условии, что она, как у меня, подъедает все, что здесь можно подъедать. Камыши, как видите, все обглоданы, ряска не успевает застелить весь водоем, потому что утки каждый день поглощают ее огромными просто количествами. И все это еще с добавлением комбикорма получается действительно очень классный результат. Утки растут быстро, и мясо у них вкусное, сочное, потому что свободный выгул, естественно, делает свое дело. И такая птица, конечно, очень сильно отличается и по виду, и по вкусу от той птицы, которую выращивают индустриальным образом в клетках, без солнца, без, соответственно, свежего воздуха. Если кто-то когда-то был на птицеводческих заводах, то знает прекрасно, какой, соответственно, запах вообще исходит. И какой запах вообще стоит просто в этих помещениях, как жестко там просто пасет этим аммиаком. Поэтому, ну, конечно, это все влияет на качество продукта, которое при этом выращивается. Поэтому советую со своей стороны тем, у кого есть мысли о том, чтобы такое сделать вот в пруду отстойники, вот можете перенять наш опыт. По большому счету, вот мы все, что сделали, это оградили, чтобы сюда там никакая сволочь к уткам не залезла. Поставили столбы, оградили все это сеточкой. Сеточку, соответственно, прикопали, чтобы сюда нельзя было ни поднырнуть, ни, соответственно, то есть, ну, ни в одну сторону, да, ни туда, ни сюда. Ничего лишнего сюда не попало. Все это дело оградили. Небольшое помещение, буквально 12 квадратов для того, чтобы там первые недели выхаживать птенцов. И затем, вот, небольшая совсем площадка, вот реально совсем небольшая площадка, я бы сделал больше, но просто места уже нет. Но даже вот на такой площадке, которую вы видите в общей сложности, сейчас у нас 240 уток здесь находятся и еще около 30 гусей. То есть, ну, такое, довольно, по-моему, большое, большая такая плотность посадки, как мне видится. Особенно, если учесть, сколько здесь потребляется корма каждый день, который тоже, вот, как я уже сказал, имея такой замечательный кормовой коэффициент, очень эффективно переходит в биомассу. Поэтому, вот, цифры, да, назвал, два месяца буквально, а, ну, самую главную цифру не назвал. Я вам сказал, сколько стоит корма, сколько уходит корма. Сказал, что по трудозатратам здесь очень хорошо все накладывается на трудозатраты человека, который и так следит за фермой. И остается, что же, по вложениям, сколько стоит сама утка. Вот маленький птенец Муларда стоит 250 рублей, друзья, у нас здесь, в Петербурге, в Ленинградской области. Я допускаю, что где-то в других регионах, возможно, это стоит дешевле. У нас это стоит вот так, если покупать таким небольшим, небольшим объемом, вот, буквально пару сотен штук. Стоимость утки в тушке составляет у нас в регионе сейчас от 400 до 500 рублей за килограмм. Ну, несложно посчитать там выхлоп от всего этого дела. Но, в большей степени, здесь, конечно, даже не желание там как-то заработать огромное количество денег, а просто любовь меня и нашего коллектива к хорошей, вкусной, качественной птице. Поэтому вот у нас и сотрудники, и мы все сейчас, можно сказать, обеспечены. Нам больше не надо покупать куриные грудки. Мы едим свою утку и радуемся, потому что это вкусно и полезно. Значит, подводя итог, давайте еще раз. Около 120 рублей у вас уходит на корма, чтобы вырастить утку за два месяца, которая будет иметь тушку 2,8 килограмма. На входе у вас 250 рублей утенок, там 120 рублей корм. Трудозатраты, ну, это, по сути, здесь икс. И затраты на убой, если делать это профессионально, сдавать, соответственно, просто живым весом на цехе убоя, то приблизительно стоимость составляет от 150 до 200 рублей за одну голову. Это вам уже возвращают, соответственно, утку и субпродукты к ней, уже всю ощипанную, то есть, по большому счету, в таком товарном виде. Ну, также можно, естественно, по мере надобности, в принципе, их держать. И, кстати, когда нужно, чтобы всегда была охлажденная свежая продукция, можно их колоть тогда, когда это непосредственно уже, там, ну, имеет необходимость. Поэтому, вот, экономику процесса рассказал. Мои впечатления поделился, мне нравится. Однозначно считаю, что того стоит. То есть, мало того, что это вот, ну, просто приятно, что такой дополнительный, дополнительный житель на акваферме появился. Такой вкусный и так замечательно растет. Вот, еще и здесь есть определенный, определенный экономический смысл. Поэтому, ну, вот, об обустройстве рассказал. Кормление, в принципе, тоже, да, объяснил. Ничего хитрого. Корыто, обязательно доступ к воде. Ну, здесь, видите, очень здорово сделано. Доступ к воде, соответственно, рядом. И мы специально сделали, что, чтобы до этой воды добраться, надо сначала вниз спускаться, а потом наверх подниматься. Почему? Ну, собственно, это и сделано для того, чтобы, ну, хоть как-то утки ходили. Потому что, ну, животные ленивые. Если вы не создадите им условия, при которых им все равно надо, соответственно, там, куда-то ходить, то это отобразится на качестве мяса. Поэтому у нас получается, что, чтобы им полежать, им надо залезть наверх и поесть. А чтобы им попить, им надо спуститься вниз. Ну, и, по крайней мере, хоть как-то они за счет этого тут расхаживаются. И, на мой взгляд, вот этот мацион, он, конечно, тоже влияет на качество мяса. Я слышал, что в некоторых странах это даже целая технология, когда там заставляют по несколько сот метров птицу ходить туда-сюда, для того, чтобы получить вот именно такой насыщенный вкус потом у мяса, именно за счет того, что птица подвергается такому вот тренингу, да, физическому. Друзья, за моей спиной сейчас вот как раз один из гусей показывает, почему ряска это здорово. Ряска, напомню, здесь классно растет, потому что, ну, стоки, а, соответственно, есть азот, то есть тепло, солнышко, азот, все, что нужно, чтобы ряска здесь плодилась очень высокими темпами. И вот видно, как гусь радуется, что здесь столько ряски. Эти товарищи вообще очень любят есть зеленку. А с правой стороны вы видите диких уток. Они подружились с нашими, то есть мама утка здесь их вывела приблизительно месяц, наверное, полтора тоже назад. То есть они четкие, как-то четкие ровесники наших мулардов. То есть они родились вот, ну, плюс-минус там может быть там несколько дней. И обратите внимание, какого размера дикая утка, которая здесь на самом деле отбирает еще еду у наших. Она быстро сообразила, что здесь наверху вкусно кормят. И она вместе с мулардами замечательно тоже кушает, нас не боится. И как бы вот мы тут, сами того не желая, у нас получилось уток больше. Купили 240, а выращиваем почему-то 250. Вот так вот. Единственное, что эти, конечно, улетят, и они, похоже, нам не достанут. Хотя мы тоже над этим думаем. Может быть, успеем просто для сравнения какую-нибудь одну себе все-таки оставить. Мне кажется, мы имеем на это право, если учесть, что приложили руку к их выращиванию. А так вообще вот можно посмотреть просто на разницу в размерах между дикой кряплой и мулардом. Кстати, давайте еще немножко про муларда, пару слов, друзья. Мулард – это гибрид утки пекинской и утки муксусной. То есть эти две утки достаточно далеко друг от друга находятся в эволюционном плане. Все мы помним мои видео, посвященные гибридизации, таким штукам, как гетерозис, имбридинг. Кто не помнит, обязательно посмотрите. Ссылочка, да, в описании. Поэтому гибрид муксусной пекинской утки, такой как мулард, он обладает очень высокими темпами роста и просто, я не знаю, чудовищной какой-то выживаемостью. Друзья, все, что хотел, рассказал. Я прощаюсь с вами. Всем рыбы! Субтитры создавал DimaTorzok